Приветствую вас! И не думаю, что правильным ответом будет грести всех людей, всех мужчин под одну к ребенку. По большому счету, мужчине нравится обрагательность родива самому. По большому счету, мужчина хочет чувствовать, что именно он завоевывает женщину, а не наоборот. И это действительно так. Но, с другой стороны, бывает так, что мужчина обладает определенными особенностями. Определенными особенностями своего характера. Например, скромность, робкость, неуверенность в себе и так далее. И возникает вопрос, а как быть тогда? Как быть таким мужчиной, если он сам инициативу не проявляет? И ответом на этот вопрос является, конечно же, проявление собственной инициативы в зависимости от желания женщины. То есть, если женщине нравится мужчина, если она видит, что мужчина тоже испытывает к ней эмпатию, но не решается сделать первый шаг, то первый шаг вполне может сделать и она сама. А если она считает для себя это возможным, то первый шаг сделан, и она смотрит на поведение мужчины. Если мужчина не делает ответных шагов, но при этом все равно проявляет симпатию, проявляет понимание быть женщиной и как-то еще невербально проявляет свои, так сказать, чувства, то тогда перед женщиной становится следующим вопросом. Если она будет продолжать делать первые шаги, если она сделает первый шаг, и еще, если она будет делать, делать, делать шаги, устроит ли ее такой мужчина? Если да, если ее устраивает, то что она является инициатором, а по сути дела, ведь важно, чтобы люди были в отношении, важно, чтобы эти отношения сами по себе были, а не то, знаете, ну, что вот кто там кому-то, кому сделал первый шаг. Если человек руководствуется таким, такой целью, то по крайней мере, думаю, нет причин для того, чтобы женщина не делала первые шаги и последующие шаги тоже. Но если женщина сама навязывается к мужчине, а мужчина ее не очень-то хорошо принимает, если женщина нуждается в мужчине и делает первые шаги, потому что нуждается в нем, то вот это как раз таки очень плохо, потому что таким образом действительно себя женщина обесценивает. То есть очень многое зависит от того, какой человек находится перед женщиной. Если человек в силу своих особенностей не может делать первые шаги, но он хорошего женщина не устраивает, и женщина не нравится, что она занимает лидирующую позицию в отношениях, то тогда никаких препятствий для первых шагов нет, и это будет естественно и нормально для отношений. Но если женщина делает это потому что хочет она сама, так не считаясь при этом желаниями молодого человека, то это, конечно же, очень плохо. Потому что тогда происходит обесценивание. То есть, прежде чем говорить, надоедает ли мужчине навязчивость, можно ли самой женщине совершать первые шаги, нужно ответить на вопрос о том, а какой мужчина? И вот исходя из того, какой мужчина, и можно уже говорить о том, что делать. Потому что общими фразами можно лишь охватить наиболее частый, наиболее популярный, наиболее распространенный вид, формат отношений. Но этот общий ответ не затрагивает частности, не затрагивает конкретных случаев. А они, как вы, я надеюсь, понимаете, очень сильно важны. Поэтому для ответа на ваш вопрос нужно разбирать конкретному мужчину. Ну а что касается общего ответа, то я думаю, вам его уже дадут. Но не стоит, я вас очень прошу, не стоит руководствоваться общим ответом в своих отношениях. Потому что данная позиция, данный ориентир может плохо, негативно повлиять на ваши отношения. Например, мужчина хотел бы, чтобы вы сделали первые шаги. Мужчине это нужно. Но вы, руководствуясь тем, что первый шаг делать не нужно, исходя из общего ответа, этого не делаете. И в итоге потеряете хорошие отношения. Это, вряд ли, принесет вам положительные моменты, вряд ли вам делает, ну вряд ли, поскольку вам будет счастливой. Поэтому обязательно рассматривайте каждый конкретный вариант, не как типовой, не как заранее известный, а как неизвестный, как уникальный, индивидуальный. Чтобы принимать решения, исходя из ситуации, а не из каких-то ярлыков, привычных моделей поведения и прочего. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в ту личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.